Благодать Вот, что такое Бог-благ? Это когда Господь дает нам благо. Да? Это же означает Бог-благ. То есть Он дает нам благо. Есть такое слово, как благодать. Когда Бог дает нам благо. Что такое благодать? Благодать. Благодать это то, что Бог дает нам, чего мы не заслужили. Он дает нам то, что мы не заслужили. Вот это благодать. И великая благодать, которую Господь нам дал, это спасение. Потому что мы не заслужили спасения, а Он нам это спасение дал. Как? Простив нам все наши грехи. Слава Иисусу! Вот это замечательно, это благодать. Но есть еще одно слово. Оно тоже выражает сущность Бога. Это мы говорим, что Бог Он милостив. Еще есть такое выражение, что Бог многомилостив. А что такое милость? Бог, говорят, оказал милость или дал милость свою. Что такое милость? Милость это когда Бог, если благодать, это когда Бог дал нам то, что мы не заслужили. То милость это когда Бог не дал нам то, что мы заслужили. Вы эту разницу видите? Да? Вот я помню, как один брат рассказывал. Он говорит, по трассе нашей Черлакской разогнался, превысил скорость. Очень сильно превысил скорость. Нарушение было очень серьезное. И попал под автоинспектор. Автоинспектор его останавливает. И он аж от этих автоинспекторов не смог затормозить, быстро ехал. Что так проехал чуть-чуть. Ну и автоинспектор вышел. И знаете, как пешочком, так медленно пошел. Вот он сидит в машине и говорит, Господи, будь ко мне милостив, пожалуйста. Ну да, я вот согрешил. Будь милостив. Окажи милость мне. Ну, подходит автоинспектор, она сказала, Здравствуйте, такой-то, такой-то. Ну, вы в курсе, что вы нарушили? Да. Ну, вы в курсе, что вы серьезно нарушили? Да. И он говорит, пожалуйста, простите меня. Что-то вот, ну, вот увлекся, не обратил внимания. Тут полистал его документы, посмотрел права, страховку, посмотрел техпаспорт. Потом говорит, ну ладно, езжай. Дает нам то, что мы заслужили, но делает это для того, чтобы мы больше этого не повторяли. И очень часто мы пренебрегаем Божьей милостью. Мы путаем вот это. Мы думаем, милость это как благодать. Поэтому нарушаем очень часто Божьи правила, Божьи заповеди и думаем, что Бог окажет нам благодать. Нет. И мы должны иметь вот эту разницу. Благодать и милость. И я хочу вам сказать, что вот милость Господа к людям, она была с самого начала. Как только первые люди, они согрешили, отвернулись от Бога, сразу Бог и начал являть свою милость. Сразу. И вот я хочу сегодня вам показать вот это, что наш Бог милостив. Ну и другую я хочу показать вам картину. Чтобы мы не пренебрегали, чтобы оказанная нам Богом милость, она не была, ну не приводила нас в пренебрежение Богом и заповеди. И чтобы мы понимали, что у греха есть последствия. И если мы не воспринимаем Божью милость к себе как возможность исправить ситуацию или больше так не делать, не поступать, мы можем прийти в плачевное состояние, печальное состояние. Итак, книга «Бытие». Вам всем, я думаю, что знакома эта история Кайн и Авель. Да? Адам и Ева. У Адама и Ева родились сыновья. Старший Кайн. Потом родился Авель. Два брата. И оба эти брата, они знали Господа. Приходили пред лицо Господа. И помните, однажды они пришли пред лицо Бога и принесли свои дары. И Кайн что сделал? Он принес от плодов рук своих. То есть, а он что? Он выращивал овощи, фрукты. То есть, у него это хорошо получалось. Были овощи, фрукты, плоды там разные. И он принес своего поля. Принес как в дар Господу на жертвенники. А Авель, он принес отстат своих. То есть, он был скотоводом. И он принес Агнца. И мы знаем с вами в этой истории, что Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина не презрел. И помните, Кайн что? Он озлобился. И затаил свое сердце. И грех пришел в его жизнь. И восьмой стих. Посмотрите, чем все закончилось. Четвертая глава. И сказал Кайнабелю, брату своему, пойдем в поле. То есть, смотрите, он что делает. Он своего брата заманивает. Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Кайн на Авеля, брата своего, и убил его. Вот это первое убийство человека произошло. Брат убил брата. И мы видим сразу, после того, как совершено было убийство, Господь вмешивается. И он начинает разговаривать с Кайном. Друзья, когда мы грешим, Бог, у него обязательно будет реакция. Когда мы делаем неправильные вещи, он будет разговаривать с нами. Он будет пытаться нас вразумлять. И он начал говорить Кайну, где Авель твой? Ну, это странный вопрос. Бог же знал, где Авель. Но он задает ему специально наводящие вопросы, чтобы хоть как-то устыдить его. Говорит, где брат твой Авель? А он сказал, я не знаю, что я сторож брату моему. Смотрите, как с Богом начал он дерзостно разговаривать. Дерзить начал бы, что я ему сторож, что ли? Ну, где он, откуда я знаю? И Господь сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Я хочу, чтобы вы, вот эту мысль, что Каин был земледельцем, чтобы вы внесли ее в себе. Он успешно знал, как работать на земле, как собирать плоды, как получать хороший урожай, чтобы вы это пронесли во время моей проповеди. Итак, 12 стих. Бог говорит Каину, теперь, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы, своей для тебя. И ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Смотрите, что происходит в результате. Он говорит, ты земледелец, ты умеешь хорошо, знаешь, где выкорчевывать тернии, сорняки, знаешь, как поливать, знаешь, как садить, как рассаду высаживать, пикировать там. Ты все это прекрасно знаешь. И ты много собирал плодов, и много в твоей жизни было хорошего урожая. Но отныне, вот за то, что ты сделал, за то, что ты пролил кровь брата своего в землю, отныне земля, она не будет давать тебе силы своей. И дальше, посмотрите, он говорит, ты будешь изгнанником и скитальцем. Знаете, кто такие скитальцы? Вот скитальцы. Наверное, вы встречали таких людей. Они скитаются вот с одного места в другое. Почему? Потому что они пришли в одно место, начали что-то делать. У них ничего не получилось. Они думают, ну, пошли в другое место. Пошел, пошел в другое место. В другом месте у них ничего не получилось. Они пошли в третье место. И вот так вот они скитаются, ходят по этой земле. Проклятие. А смотришь на другого человека, он осел, и Бог его благословляет, и огород, и сад, и дом, и все растет, и все цветет, и все благословение сразу видно. Поэтому грех Каина привел к тому, что Бог говорит, теперь твою жизнь пришла вот такое проклятье. Обратите внимание, когда Адам и Ева согрешили, то Бог там сказал, Он сказал, помните, за тебя проклята земля. Теперь ты в поте лица будешь добывать хлеб. Почему в поте лица? Потому что из земли, помимо плодов, которые ты видел в Эдемском саде, будут еще произрастать тернии и волчьи, то есть сорняки. И тебе придется, вот чтобы получить хороший урожай, тебе придется с этими сорняками сражаться. И в поте лица ты будешь свой хлеб добывать. Это до сих пор это идет. Но здесь мы видим совершенно другое. Каин в поте лица добывал хлеб. Он трудился, и земля давала ему плод. Но после этого греха, посмотрите, все. Где бы ты, Каин, не был, что бы ты ни делал, земля не будет давать тебе сил. Все. Даже если он приходил на какую-то хорошую землю, знаете, такая красная добра, чернозем, в том месте, где он садил, в том месте, где он пытался что-то собрать, какой урожай, урожая не было. У соседей был урожай, у него урожая не было. Я помню историю. Мы жили в Любино. Но вы знаете, когда ты служишь в деревне людям, то там как бы много словами им не расскажешь. Деревенские люди, они слушают, слушают тебя. Я помню, как я одному мужчине проповедовал о Христе, говорил, он так смотрел, смотрел на меня, а потом мне говорит, а ты картошки сколько соток посадил? Я говорю, да нисколько. Он говорит, а что с тобой разговаривать? И пошел. И я понял, что надо в деревне что-то делать. Надо что-то там. И у нас там была одна сестра, они садили там этой картошки, вот так вот, видишь, в поле, и конца не видно, где там столько картошки. Я говорю, дайте нам хоть маленький участок. И она нам отделила там, я не помню, Люба, сколько, соток десять, по-моему, десять соточек. Но для меня и десять соток, это тоже, мама, дорогая. Вот. И я помню, ну я уже стал как деревенский, мы садили картошку, потом выкапывали, ну правда, не было большого урожая на этих десяти сотках, но все равно я уже чувствовал себя. Я уже мог говорить. И вот я помню однажды тоже, я встретил другого мужчину, и мы с ним и говорили, я ему рассказываю о Христе, а он мне спрашивает, а ты сколько картошки посадил в этом году? Я говорю, десять соток. А он так, ха-ха, надо мной, что с тобой разговаривать, и пошел. Думаю, Господи, пожалей меня, пожалуйста. Но это вот, это вот деревня, это миссионерская жизнь. Но я помню, сестра вот наша, которая, вот, которая, она служила очень много нам, ее сын сейчас, диакон в церкви там, вот, то засеяли картошкой, ну, все поле, и там рядом соседские были тоже поля. И я помню, был такой период, колорадский жук, очень сильное такое нашествие было. И он поедал вот, эту картошку. Но знаете что? Вот я лично это видел. Вот как будто невидимая была граница для этих колорадских жуков. На соседском поле их огромное количество, а на ее поле я смотрел, и даже одного не мог найти. Я был поражен. Были другие моменты, потому что, ну, у нее, она, большая семья, и она не успевала пропалывать. Знаете, картошку же, ее же не только надо садить, да, еще нужно ее полоть. Я потом, когда там это все узнал, мама дорогая, это же ужас какой-то. Вот. Но я помню, когда у них не получилось ее пропалывать, и среди, вот у всех такой чистенький картофель, знаете, а у них поле, жух, как будто вот камыш один, так издалека, как будто камыш. То есть, настолько сорняк вырос, что даже картофель, вот листву, ботву картофеля не было видно. И соседи, я помню, смеялись над ней, а вот вы там верующие, типа лодори, лентяи. Но когда начинали собирать урожай, а знаете, они же там примерно все в один день, чтобы потом машину заказывают, ну там или кто на лошадях подъезжает там, то мешков с картошкой выкопанной, вот у этой сестры было больше, чем у тех, кто... Это благословение. Но я не к тому говорю, что давайте мы не будем. Нет, нет. Нет, не подумай, скат, ой, как хорошо. Нет, нет, Аня, да, нет, нет. Нет, Но, но мы видим, что есть Божие благословение. И вот здесь у Каина, ему пришло вот это проклятие. Говорит, что бы ты ни делал на земле, что бы ты ни садил, она, земля не будет тебе давать силы. А когда земля не дает силы, то и плодов нет. И ты будешь скитальцем. И вот скиталец, это вот человек, у которого ничего не получается, где бы он ни был, за что бы он ни ухватился, у него не получается. Он так вот прыгает, 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 то в один город, то в другой город, поеду в Питер, поеду в Москву, поеду на север поработаю. Всю жизнь вот так вот промотал, и ничего. Скиталец. Я знаю, иногда бывает, семьи свои так вот таскают. Мы видим, скиталец. И знаете, когда Каин услышал это, 13 стих, он сказал Господу. Вот тоже это приятно осознавать, что даже когда ты согрешил, когда ты сделал неправильную вещь, ты можешь с Богом поговорить. Бог с тобой разговаривает, но и ты тоже можешь с Богом. И он начал говорить с Богом. Он говорит, Господи, наказание мое больше, нежели снести. Представьте, вот это, он просто понял теперь, какая у него будет жизнь, какое будет наказание, что всю жизнь он вот так будет скитаться. и он говорит, Господи, это наказание мне больше, чем можно снести. Он говорит, я не выдержу этого. Я не выдержу просто. Он знал цену, труда, знал. И дальше, вот посмотрите, он говорит, вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли. То есть, видите, это скитальчество. И от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. То есть, там две было вещи, скиталец и изгнанник. Почему изгнанник? Потому что, представьте, это был нонсенс. Это на всей планете ни разу никто никого не убивал. И вот появляется один человек, первый, это сейчас уже на убийство, знаете, как смотрит, он убил. Уже как лента новостей, на это даже особо внимание. Если какое-то там особенное убийство, то тогда да, шумиху мы поднимаем. А когда такое, ну там, какое-то убийство, уже даже как бы, ну какая статья, ну сидел, вот они сидят там эти, там, ну кто убил. То есть нет, аборты, про аборты вообще, как нормальное явление. Аборт сделал, убил ребенка, ну как бы даже никто и не заметил, миллион этих, ну абортов. А в то время, это было первое убийство. Представляете? И когда люди узнавали, то есть Каин это понимал, когда они, ты кто? Каин? Ты тот Каин, который убил своего брата. Пошел вон отсюда. Уходи отсюда. Вот изгнанником, скиталец это одно, а быть изгнанником, это когда общество тебя просто не принимало. Оно презирало тебя. И он говорил Богу, он говорил, Господь, это ужасная жизнь, которая ждет меня. Мне не хватит сил. И теперь, смотрите, Бог услышал эту молитву, и он оказывает Каину милость. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Посмотрите, что сделал Бог. Бог покрыл его. И было знамение. Над Каином было знамение. То есть, человек встречал Каину, он говорил, это Каин. Если его убьешь, Бог отомстит тебе всемиро. Ой, нет. Каин, здравствуй, проходи. Все к нему уже, уже его никто не мог убить. Что это? Это Божья милость. Даже к такому убийце Бог оказал милость и дал ему знамение. и мы очень часто думаем, ну, есть разные трактации, что же это за знамение? Какое это знамение? Может, печать у него какая-то была, Я Каин, там, да, что там. Ну, написано знамение какое-то, знамение. А я вам скажу, что это за знамение. Я уверен в этом, так, внутри своего сердца. Знамение, они видели, что этот человек пришел, делал что-то, а у него ничего не получалось. И они видели. Ну, представьте, земля ведь наполнялась. Ну, вот я пришел, откуда вы знаете, кто я, Каин или я не Каин? Никто же не знал. Земля. Я пришел в какую-то землю, кто знал? Кто знает, что я Каин? Никто же не знает. Ну, я пришел, а как они увидели? Да у всех растет картошка, а у него нет. Редиска там у всех урожайный год, а у него ноль. Слушай, так это Каин. Знамение, посмотри, вот, это земля, она не дает ему силу. Почему? Потому что он пролил кровь брата своего в эту землю, она ему силу не дает. И он так и скитался по всей земле. Если вы прочитаете в Библии, он так и скитался. И страшно, конечно, потому что появился там через несколько поколений появился такой человек Ламех, по-моему, или сейчас я точно, Ламех. Может быть, он считал себя каким-то справедливым, справедливость какую-то хотел. Столько времени прошло, он уже, ну, по роду, это, наверное, пятое или шестое поколение уже было, Ламех уже родился после Каина. И он убил Каина. Он его где-то встретил и убил. И знаете, вот он свидетельствовал, в этой же, в четвертой главе, он свидетельствует, 23 стих, «И сказал Ламех женам своим Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаянно отмститься в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз семеро». Вот мы видим с вами, что то, что Бог сказал, то оно и произошло. И Ламех, он переживал в своем сердце то, не просто то, что переживал Каин, он намного хуже чувствовал себя. Вот, братья мои и сестры, к чему я сегодня это говорю? Я верю, что у Бога есть благодать для нас, когда Бог нам дает что-то, то, что мы не заслужили. Ведь эти люди, они не заслужили того, чтобы собирать плоды, иметь общение с Богом, выращивать скот, жить, рожать детей, они не заслужили. Но Бог им оказывал благодать, Он давал им, говорил с ними, давал им эту возможность. Да, Бог дает благодать нам, но также еще Бог дает милость, то есть Он не дает нам то, что мы заслужили. Это милость. Но мы ни в коем случае не должны ей пренебрегать этой милостью. Мы должны делать правильные уроки из того, что с нами произошло. Да, Господь оказал тебе милость, почему Он это сделал? Для чего? Чему ты научился? Что ты вынес из этого? И еще совершая грех, прежде чем совершить грех, подумайте, потому что у каждого греха есть определенные последствия. Вы видите, вот у меня нос сломанный. Видите? Откуда он? Почему он сломан? Что я родился со сломанным носом? Мама, что я родился у тебя со сломанным носом? Нет, у меня был красивый носик такой, маленький такой, красивый был. А что теперь у меня вот такая вот, как говорит один шнобель у тебя такой, что вот такое, почему? Грех. Дрался, мол, грех. Вот, пожалуйста, вот. Эти шрамы на лице, разорванные губы, грех. У них есть последствия, иногда эти последствия очень видны. Да, мы приходим к Богу, Он прощает нам все, но мы должны помнить всегда, прежде чем согрешить, есть последствия. Бог окажет тебе милость, чтобы ты больше не грешил, но будут последствия. Тернии волчицы произрастит земля тебе. Земля не будет давать тебе плодов. Мир в сердце можешь утерять, потратить, быть скитальцем и так далее. Поэтому храните себя от идолов, храните себя от греха, ходите свято пред Господом, имейте страх Божий. Знаете, что такое страх Божий? Страх бояться переступить через черту, которую Бог начертил. Мы очень часто пренебрегаем Божьим законом и Божьими заповедями. Мы думаем, Бог нас в какую-то ввергает, но свободы нет нам, не могу делать то, что хочу. Нет. Бог, Он специально дал нам заповеди, чтобы оградить нас от бед и от несчастья. Заповеди, они сохраняют. Ну вот представьте, не при любодействии, это же удивительная, прекрасная заповедь. От чего она тебя сохраняет, если ты не изменяешь своей жене? От венерических болезней сохраняет? Сохраняет. От ВИЧ сохраняет? Сохраняет. От раздора в семье сохраняет? Брак твой сохраняет? Сохраняет. Это только маленькие минусы. А если взять, когда дети твои узнают, что ты согрешаешь против матери, какое отношение будет? То есть, понимаете, заповедь дана нам для того, чтобы сохранить нас, уберечь нас от последствий, от беды. И это прекрасно. И мы должны полюбить заповедь Божия. Так Слово Божие нас учат. Прилепиться к Божьему Слову, ходить в Слове Божьем, уклоняться от каких-то неправильных вещей. Помните, прежде чем Каин согрешил, мы в воскресенье об этом говорили, что Бог ему сказал? Каин, что печально твое лицо? Ну, грех, наверное, лежит у дверей. Если ты делаешь добро, если ты в правильном положении перед Богом, ты не поднимаешь ли ты лица своего? Но если грех, он у дверей лежит. То есть, он ему говорил, Бог говорил ему, грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. То есть, ты можешь над ним господствовать. И во Христе, это было тогда еще в Ветхом Завете, а сейчас во Христе ты можешь над ним господствовать. Ты можешь иметь над ним власть, ты можешь сказать ему нет, ты можешь не пустить, не впустить его в свое сердце, в свой дом. Придави его этой дверью. Этот грех, который захотел в щель пробраться к тебе, постучался потом, потом залететь хотел. Придави его, и Бог да благословит нас. Аминь, братья и сестры. Аминь. Давайте мы встанем перед нашим Господом и помолимся. Я верю, что Господь сегодня посреди нас. и я верю в то, что когда мы согрешаем пред Богом, делаем какие-то неправильные вещи, Господь всегда с нами разговаривает, и у Него есть для нас милость. Бог эту милость желает нам оказать. А как Он ее оказывает? А вот как тот водитель, горе-водитель почувствовал, что жареным запахло. Господи, помилуй меня, права заберут же сейчас, все лишат, оштрафуют, помилуй меня, Господи. Вот то же самое, когда мы вдруг понимаем, что приближается вот за грех вот это вот возмездие, наказание какое-то, нужно исповедаться, покаяться пред Богом, Господь, прости меня, отвернуться от этого греха, Боже, прости, все, хватит, больше я не буду это делать, все, я прекращаю, я останавливаюсь, я буду стараться, Господь, и ты помоги мне. И тогда Бог оказывает милость, Он помогает нам. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Продолжение следует...